ПЕРШИЯ КРОПКА Оно пока существенно не меняется. Как, скажем, сотрудники ГАИ области задерживали по 20-30 штук за сутки, так это до сих пор все еще происходит. Может быть, люди еще пока не задумались об этом, пока это не коснется каждого человека, пока не коснется трагедия кого-то, люди не будут об этом думать. Провести акцию «Вольный день» до того же, произмрошенным на двор, и выключена добрая воля самих автомобилистов, для каких навод чужай да далек своя. Не дай бог, конечно, самому столкнуться, даже знакомому, родным, это никому не пожелаешь, с этой темой столкнуться, потому что даже вот в этих мероприятиях участвовать, то есть вроде бы как бы они далеки, это всего лишь мероприятие памяти, но как-то все равно жутковато, что-то екает в сердце. Сами аутауладальники, райти коллегам и пешеходам, упершим в шаргубах уважливыми, на периоде зима, разок возрастая. Пешеходам хотел бы порекомендовать в темное время суток всегда при себе иметь световозвращающие элементы. Оно помогает, как водитель, скажите? Даже очень помогает. Даже если освещенный перекресток, все равно как бы другой раз, особенно сейчас вот проблемное время года начинается, как бы очень тяжело рассмотреть человека, если он особенно в темной одежде одет. Небеспечные кропки наведали и святары, и они освятили место былых здоровья. Не у Надеи, а гульность за автоволонтерами, не только на высшейшие силы, а и на человеческое сумление. Седа Каспарова, Юра Илбовникова, Новинирхи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова